Элис Купер, ну это, по-моему, уже какой-то тоже эпатажный чел, да? То есть, типа, там, шоу и так далее. А, там тайм-кода не было? Нет, нет. Ну, это сильно лучше Osborne. То есть, получается, чувак, грубо говоря, прямой конкурент Osborne, да, по всей этой вот херне, но сильно круче. Но, как бы, по мне, я, как бы, честно говоря, первый раз с этим сталкиваюсь, я слышал такого чувака, там, Элис Купер и видел какие-то фотки, понимал, что это, как бы, Osborne 2.0. Но, вот, включив вот это, вот, объективно, это просто максимально не драйвовое болото. Просто... И там, знаете, чувачки шуршат на гитарах, просто скрипят, шуршат. Ну, вот, опять же, тот случай, когда, типа, там, легенда, Sold Out, вот, я, как лицо, не заинтересован, я же, допустим, мне кидает какой-то клип, и я могу сказать, блядь, нихера себе просто бомба, это пойдет плейлист, просто вообще срыв крыши и так далее. Вот, ну, как бы, я включаю, и я понимаю, что это просто редкостное дерьмище, не имеющее никакого смысла. То есть, хотя это, опять же, явно в журналах раздуто, что суперлегенда невероятная, опять же, да, там, Sold Out, все, и так далее. Ну, вот, как бы, говорю, не надо, как бы, кумиров творить себе, потому что может оказаться на поверку просто полным дерьмом. Что это за херня? Просто унылая, бессмысленная, не драйвовая. Вот, то есть, опять же, допустим, это была бы группа не, типа, не Эли Скупер, а группа какие-нибудь Мухомор из Алтуфьева, то все бы сказали, вырубай, Фред, нахер, все это говно собачье, и все, то есть, поэтому, блин, ну, дерьмо от дерьма. Увы, к сожалению, на выброс.